всем привет народ с вами филаор и знаете что сегодня за день знаете что сегодня за день ну на самом деле прошло уже некоторое время но сегодня 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 я здесь и ты здесь и ты знаешь что это значит я вернулся до детка но еще как бы до вторая часть дельта руна вышла вот это вот окей хорошо она мне предлагает загрузить сохранение с первой части она меня помнит и даже помнит как меня зовут это восхитительно сегодня мы будем удивляться вообще всему что сделал тоби фокс потому что сегодня будет восхитительно это все очень гениально очень так что приготовьтесь мы будем удивляться буквально 7 всему если в первой части дельта руна не было конкретного ну типа развязки эндингов он был только один то почему игра запоминает мое сохранение так мы закончили в твоей комнате то есть моей комнате и мы естественно будем использовать сохранение первое старт это тарель крис точно мы же остановились на том моменте когда когда мы стали посреди ночи с горящими от безумия глазами запечатали свое сердце чтобы это не значило в клетку и достали нож неизвестно правда откуда мы имеем доставать нож из самых необычных мест и если сейчас говорит ориен то крис дорогой ты проснулся погоди-ка это это нож о нет 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 ты не не вздумает трогать торель по крис ты что сожрал весь пирог это же твой нож на пустой тарелке или я не права то есть то есть то есть вот это вот драматическая развязка первой части и мне сейчас тоби хочет втереть то что мы просто встали глубоко ночью отринув все свои комплексы чтобы ожирать чтобы пожрать а ну да верно как же как же я не буду это было логично торель нам не принесла кусок когда мы легли спать это же фишка торель она должна приносить кусок на тарелке прямо к нам под ноги иначе крис не поймет что это можно есть поэтому все не был приступ он просто не понял что делает дальше он выкинул свою я забыл как это чувство называется которое у нас было еще со времен андертейла это решительность да он отринул всю свою решительность чтоб пойти и сожрать весь пирог неужели мне придется закрывать его снова но я имею ввиду духовку ну что ж давай-ка быстрее вставай с постели это время для школы на школа мое любимое время осень я думаю мы все ощутили я уже давно не хожу в школу но я думаю мы все ощутили это восхитительное утро осени когда надо куда-то переться а еще холодно и не дали отопления и ты такой так в эту клетку мы в прошлый раз запечатали свое 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 все своего себя и тут даже осталось пятно я не припомню чтобы это пятно было вот сейчас мы видим нашу обычную регулярную комнату которую мы видели все время когда играли в первую часть но эта игра тоби фокса а значит тут секретики пасхалочки вообще все может быть и да я кстати говоря не замечал раньше просто вот в упор что наша комната выглядит очень странно хотя возможно кому-то это и бросилось в глаза правая часть которой мы живем она очень бедная а левая часть не кубки всякие рисунки и вообще замечательнейшая кровать у нас тупо серое постельное белье и азриэль прям хорошо жил ну мы естественно приемный ребенок но тем не менее мы должны ну как-то я не знаю вроде нас родители любят какого хрена у нас все тут так серо даже после долгой ночи рассвет все еще такой же как и всегда хорошо хорошо игра ты не забыла о том что случилось этой ночью в тумбочке моего брата лежит 5 долларов можем ли мы и взять ну конечно брат у нас сейчас по моему в англии или куда-то туда он уехал так что азии не будет переживать да мы деликатно доложили 5 долларов кстати опять же я не припомню я помню все исследовал вот в этой вот комнате я потом еще несколько раз играл в дельта рун чтобы найти секреты пасхалочки и нашел только одну странную хрень о которой я скажу позже так давайте все исследовать прям под кроватью лежит старый картридж от судя по всему игры 5 5 эти энд кэти так написано на этом самом картридже почти стёршимся флоф фломастером деревом ходу у кого-то стырил эту игру и так не отдал так он на компьютерном столе открыта папка с играми с эпика эпик геймс эпик гейм став игры с эпика это да это интересно я помню одно время там даже разразился скандал по поводу стима эпика я так до сих пор и не понял в чем было дело на мне собственно истрать так а здесь очень плохо нарисованный дизайн к игре похоже что пас похоже что последний босс игры это огромное существо с радужными крыльями а отсылочки к андертейл похоже что эта игра так и не увидит свет этого дня и и никто не будет доделывать я вообще не понимаю почему у ази включенный комп возможно это мы возможно это отображение таби фокса возможно он так видит себя и это то что ты привык это то что ты привык называть ты кстати о птичках я не говорил возможно я не говорил об этом но это так странно здесь в этой игре крис называет себя на дэй то есть они а так в английском языке обычно говорят когда они не понимают какого ты пола и судя по всему крис сам не особо понимает какого он пола если мы сейчас читаем него мысли дверки закрыты нам не дают осмотреть полностью дом и так книга как и рисовать драконов прямо наверху какой-то фиолетовый персонаж а он одет очень непристойно и твой брат никогда не вернёт эту книгу я не знаю возможно это к игре престолов отсылка я не знаю я никогда ее не смотрел и она собственно не очень нравится похоже сейчас нет время читать книжки потому что нам надо идти в школу какое время для книжек это школа да давайте встречи раз мы должны все исследовать максимально то что тоби в поби фокс пасхалки это не время чтобы мыть свои руки смысл это туалет давайте с моим его давай я и здесь осталось так непривычно теперь я могу помыть руки даже после этого не хочешь да здесь все осталось все как по-прежнему здесь ничего не поменялось также здесь стоит маленький контейнер с нашим с нашим шампунем и большой галлон с шампунем для животных собственно для туриель так здесь есть еда фотка с мамой меня и братом да здесь стоял пирог и здесь даже осталось немножко масло на плите английский язык сложная штука поэтому сильно на меня не агритесь если я что-то не так перевожу я стараюсь перенести общий смысл а в этой мусорной коробке здесь находились цветы и они собственно так и пахнут так ну ладно я больше не думаю что здесь может то есть мама поехали ну так мы отправляемся да я сильный молодой человек я могу пойти в школу я всем надеру за привет крис этой порядке ну естественно я порядке что со мной может я так волновалась тебя поставок ты исчез вчера ну блин я прям ощутил твоего волнения ты прям позвонила домой ко мне пришла ко мне и выяснила что у нас же телефона нет серьезно я думаю мы можем поговорить об этом после урока хэй 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 хэхэ подкаты подкаты уже пошли ух молодость если бы я знала что ты опоздаешь я бы показалось вовремя сюзи пожалуйста не пинай парту это не обращайся в школьной собственности так как бы ты обращалась с людьми у следующий раз буду целиться в лучших Я пока не шиперю Криса и Сьюзи, хотя я могу это начать делать. И вы этого боитесь. Я знаю, вы этого боитесь. Потому что мне самому страшно. Итак, это не то, что я хотела. Ну, в общем, неважно. Доброе утро, класс. У нас сегодня много всего, что мы должны узнать. Первое. Сначала мы будем читать странички 142. Есть кто-нибудь желающий? Эм, ну, я могу это прочитать. Не утруждай себя, Ноэль. И я возьму на себя это унижение. Да нет, как бы все нормально, я могу. Эхэм. Страница 142. Это были лучшие времена. Это были худшие времена. Это были времена, в принципе, нормальные. И... Ну, а вообще-то плохие. Это были нерешительные времена, тупые времена, так себе времена. Эхэ, офигенное начало книжки. Слушай, это твои глаза потихоньку закрывались. И... Эээээ... Что? Кстати, где-то такое было начало какой-то книги, я не помню где. Всем хорошего дня! Эм, пожалуйста, помните о групповых проектах. Точно, нам же в самом начале сказали, а с кем мы делаем групповой проект-то? В итоге? Эм, Сьюзи? По-моему, у нас поставили Сьюзи, это была проблема, и мы так ничего и не выяснили. А возможно, вся первая часть, это и была как бы адаптация того, как мы делали групповой проект в подсобке. Хотя, собственно, ну, знаете, это выглядит странно, типа, ученик и ученица внезапно пропали с уроков, и все это время они находились вдвоем, наедине, в темноте, в подсобке, делая групповые занятия, задания, да. Эм, Крис, ты в порядке? Ты, эм, проспал весь урок. Ну, ты хотела со мной поговорить после уроков, так что, зачем мне, собственно, твои уроки? Не волнуйся, я, я, я не злюсь, просто, просто обеспокоена. Обычно ты спишь только в начале. Крис, куда вы с Сьюзи ушли вчера? Осознание, осознание. Подсобка, ночь, тела. Серьезно? Я, это, это была шутка, если что. Эм, ну, если ты не хочешь мне рассказывать, то ладно. Я как бы не особо разговорчивый. Я человек, понимаешь? Кстати, единственный человек в городе. И меня это напрягает. Лично меня. Потому что, это странно, реально. Если это не вселенная Undertale, то почему мы, человек, находимся в деревне монстров? Даже, да, нас приютили, да, все дела. Но, опять же, почему именно нас? Почему мы именно такой? Почему наша комната обставлена таким образом, как будто бы за нами нет должного ухода? Или нам уделяют мало внимания? Или что? В чем дело? Я, кстати, смотрел теории по этому поводу. И, на самом деле, мне они нравятся. Да, что Крис явно испытывает недостаток внимания, какую-то депрессию по поводу того, что он единственный человек. И к нему относятся особенным образом. И, возможно, под особенным образом подразумевается что-то плохое, чего нам не показывают. Возможно. Но не факт. Не знаю. Так вот, то, что я узнал из личного опыта поиска секретов из этой игры. Часы. В первой части разных классах часы показывали разное время. И это меня напрягло. Но что с этим делать, я понятия не имею. Я просто, правда, очень беспокоюсь за тебя. Если... Если Сьюзи будет доставлять тебе проблемы, тогда... Эм... Ну, и я... Побрать ничего не смогу сделать. Но-но-но-но, я... Я пригляжу за этим, хорошо? Ну, спасибо. Спасибо тебе большое, что ты ничего для меня сделать не можешь. Так вот, часы. Вы смотрите на время. И похоже, что это не время для урока. Да. Это единственное, что мне отвечает эта штука. Привет. Крис! А вся эта фигня с партнёровской деятельностью... Ты не должен терять сон из-за этого. Понимаешь? А, она думает, что я плохо сплю, потому что... Потому что я уже поспал вчерашним днём. В пособке с Сьюзи. Ладно. Так, я потерял сон из-за Сьюзи. Что было бы правдой, но как бы об этом не расскажешь. И на самом деле, что моё состояние сна улучшилось. Но я бы не сказал, мы ходим во сне. Хотя, собственно, блин... Кто она такая, чтобы мы ей рассказывали правду, верно? А-а-а... Значит, всё хорошо, да? Ну... Ну, если ты говоришь... Возможно, ты всю ночь болтал со Зриэлем по онлайну снова, да? А-а-а... Погодите-ка. Ты этого не делал, так ли? Я надеюсь, что интернет... Э-э-э... Восстановит скоро. Не хочу вернуться в свою примитивную форму. Да-а-а... А почему все думают, что мы со Зриэлем такие друганы? Что-что-что-что ты от меня скрываешь, а? О-оу... 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 Ну-ка, посмотрите-ка, кто это? Школьный зомби! Да ты спал сегодня прямо как настоящий труп в классе! Э-э... Ну, какое это имеет значение? Э-э-э... Имел... Э-э... Трудности со сном прошлой ночью, Берри Бу? Э-э-э-э... Мне определенно нравится ее дизайн, она такая теперь... Вау! Такая прям вау-ка! А она выглядит как рок-звезда 80-х! О-оу! Так я тоже Крис! Как я вообще могла заснуть со вчерашнего? Я-а-я просто ждала сегодняшнего дня как-как годы! Эта... Эта вся херня действительно произошла? Ланцер... 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 Рэлсей... Все вот... Все эти люди... Они до сих пор... И да... Это Рэлсей... Это Рэлсей... Лэ... Чтоб тебя... Это Рэлсей... Это не Рэльзей... Не Рэльзей... Не Рэльцы... Это Рэлсей... Потому что здесь написано Рэлсей... Я не знаю, кто додумался перевести его как Рэльзей... Но это... Это просто... Это... Это тролль... Большой, большой тролль... Смотри-ка! И подумал о той же вещине, так ли? Давай быстрей за мной! Обратно в подсобку, я полагаю... Хе-хе-хе... Уф... Сюзи такая нетерпеливая... Вот да, Крис... Это он... Это момент истины... Все, чего мы ждали... Находится за этой дверью... Если мы... Откроем ее, и ничему не будет внутри... Ну... По крайней мере, мы... Что? А-а-а... Насрать! Пришло... Время сделать уже это! Я предполагаю, что сейчас все так и будет... Да... Ничего не произойдет! Это обычная подсобка! Мы ее видели в прошлый раз! Это просто подсобка! И... Я не знаю... Я не знаю, что за глюки у нас происходили в прошлый раз! Но... Как я понял... Как я понял... А-а-а... Название этой главы называется Cyberworld... То есть, кибермир! То есть, мы уже не будем попадать в темный мир, и нас будет ждать что-то еще! Более того... А-а-а... Когда... Когда я заходил в игру перед вот этими титрами... Я вам этого дела не показал... А-а-а... Игра спрашивала меня... Как бы продолжить... А-а-а... Или нет? Ну... То есть... Мое приключение... А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а... Я заметил, что... Там, в Дельтаруне... Целых... Семь... Частей! То есть, две части открыты, и остается еще пять, и... Только вдумайте, в семь частей! Семь! Я не знаю, что здесь можно такого понапихать, что... Но... Это интересно! Это интересно! Если они будут такими же большими, как вот первая часть... Я думаю, что вторая часть не менее... То... Это будет... Это будет неплохо! Ждать мы этого будем, конечно, долго, но это будет очень неплохо! Итак, поехали! Врата истины! А ты где? Эм... Эм... Сьюзи? Ну, налаживание отношений это тоже... Эм... Да-да-да... Эм... Эм... Нуэ... Эхей... А шо-что... Какого черт? Эм... В смысле... А что ты здесь делаешь? Эм... Ну... Я... Просто... Эм... Бёрдли и... Я хотели поисходить в библиотеку и... Эм... Немножко... По-по-по-позаниматься над групповыми проектами и... Эм... Он одновременно такой... Такой... Сексуальный и страшный... Эх... Я не знаю... Я не могу смотреть ей в глаза! Мне кажется, это высосет мою душу! И мне понравится! Хе-хе-хе-хе! Ладно! Эм... 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 Мы проводим вместе время в... 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 В подсобке! Да? Хе-хе-хе! Да? Мы просто проводим время в подсобке, Ноэль! Ты как бы будешь это... Хе-хе-хе! Лепи в преступление! Ну... Ну... Насколько мы помним, Ноэль как бы влюблена в Сюзи! Если мы скажем, что мы проводили время с Сюзи в подсобке наедине, вдвоем, в темноте... Мы... 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 Мы делаем преступление, да! А-а-а-а-а-а-а... Ну, знаешь, а-а-а-а... Мы... Делаем... Преступление! А-а-а-а-а... Разного рода преступления мы сделаем и попадем в тюрьму! А-а-а-а-а-а! Навсегда! А-а-а-а-а... И это отстой! О-о-о... А-а-а-а-а... Правда, да? А-а-а-а... Это звучит... А-а-а-а... Ну... Ладно, в общем, развлекайтесь вы двое! Я пошла библиотеку! Крис, а-а-а-а... Если ты не против, ты мог бы привезти её попозже. И это бы очень много значило для меня. Вот это взгляд сейчас был. Вот это экспрессия. Погоди, Крис. Что это за хрень сейчас была? Почему Ноэль попросила меня... ...поделать с ней домашку? С ней? Как-то это странно. Неужели она хочет провалиться? А, она подумала, что Ноэль хочет с ней позаниматься над домашкой. В смысле, чтобы Сьюзи поучила Ноэль. Но мы-то знаем, в каком-то смысле... Ух, блин. Здесь будет очень много, очень много пошлых шуток. Так что, готовьтесь. Погодите секундочку. Погодите секундочку. Крис, ты заметил, как она нервничала, когда сейчас говорила с нами? И это покраснение на ее лице и вся другая фигня? Крис, не думаешь ли ты, что она... Что она догадалась о нашем секрете? В секретных личностях? Ты, ну, ты знаешь, этот весь... Этот весь став темного мира, вся фигня. Мы должны хранить это под секретом, Крис. Это наша с тобой фигня. Ну, течешь. В любом случае, хватит ждать, верно? Мы пошли оттягиваться в подсобку. Поехали. Бабам! Скидешь! Скидешь! Серьезно? А? Да! Да? То есть мы... Да? То есть мы просто можем войти в дверь и очутиться здесь? Как это работает? Не, я, конечно, заценил вот это вот превращение в стиле Sailor Moon, но тем не менее... Я ничего не понимаю. Что это за мир? О, привет. Меня немножко смущает, что ты сзади, ну ладно. А, Крис, ты уверен, что будешь ходить везде так медленно? Ну, знаешь, ты можешь как бы, ну, побежать... Немножко пробежаться. Я помню! Я помню про эту кнопку, Сюзи. И спасибо, что мне напомнило. Но я просто хочу ходить, чтобы рассмотреть, что поменялось. И это самая первая локация, да. Ну, here we go again. Крис, Сюзи! Это было так давно. Серьезно? А, да-да. Сколько там прошло времени? День, да? О, а об этом, да. Довольно коротко, не правда ли? Просто это... Это ощущается так, потому что у меня не было друзей до этого. Поэтому я не ждал так долго раньше. Ладно. Тогда я постараюсь не дать тебе умереть от одиночества. Я думаю, что Ланцер тоже рад меня видеть, так ли? Эй, а где, собственно, Ланцер? В смысле? Он не пришел нас встретить? А где вообще все? Ну, наверное, по домам. Не знаю. Не беспокойся, Сюзи. Они появятся очень скоро. Просто подожди здесь, ладно? Мне не нравится взгляд Релсея. Вот сейчас, который был. Ну, ладно. Будем надеяться, что это не какой-нибудь пранк или типа того. Посмотрите, как он смотрит. Это как-то... Не знаю. Это как-то безразлично, что ли? Я цепляюсь к деталям. Да, такой вот я. Я цепляюсь абсолютно ко всему. Я не знаю, чего ждать подвоха. Я не знаю вообще, что это за игра и почему. Что они еще недорассказали. Поэтому я буду цепляться ко всему. Крис, я хотел бы тебя кое-чем попросить. Мне нужно, чтобы ты вернулся в мир светлый. И сходил в старую классную комнату, что на востоке от дверей подсобки. Внутри возьми все, что лежит на полу. И перенеси сюда. Хорошо? Да? А объяснить? Это выглядит как магазин, но все закрыто и внутри никого. Так, в смысле? Да я понял, ты как бы... Ладно. Я понял, да. Меня напрягает, почему меня Рылсей хочет спроводить отсюда. Эта кучка камней на земле покрылась пылью. Да, она покрылась пылью и полищет. Похоже, что здесь кто-то очень внимателен к деталям. Ладно, спасибо, это я, да. Как я не знаю, что такое полишка? Ну ладно. Я не думаю, что это сильно много значит. Мне кажется, сейчас все прибегут в комменты и будут говорить мне фу, ты не знаешь английского языка, афиг, где ты всегда поперся. Я понимаю основную часть, которая нужна для прохождения. Никто не смотрит. Обнять такого милашку. Ну, дамми это... Я знаю, что это манекен. Вы обнимаете манекен. Ничего плохого в небольшой экстра пушистости в твоей жизни. Ну да. Ну да. Правда, обнимать манекен это как-то немножко странно все равно. Похоже, она закрыта. И похоже, что она не откроется снова. Никогда. Погодите. Вообще, это все выглядит довольно странно. Прошлый раз мы закрыли врата. И превращение наоборот. Прошлый раз мы закрыли врата и всех, кто находился внутри. В том числе и Ролсея, верно? Хорошо. Я как-то попутал. Реально, я перепутал. Я думал, что это подсобка. А то... Ну, то тоже называется closet. Ладно, хорошо. Допустим, это одно помещение. Просто это... Мы подбираем весь мусор, который лежал на полу. И он превратился в огромный пыльный шарик. Вы затащили сюда все в этот шкаф. И да, closet в этот шкаф. Даже коврик... Ладно. Хорошо. Мы можем выключить свет, в конце концов. Тратится электроэнергия. Кстати, опять часы. Другое время. Если не веришь, отмотай. Посмотри. Так, ладно, хорошо. Что-нибудь поменялось? А? А? Тоби Фокс, он... Ну, вы знаете Тоби. Он любит прикалываться по всяким реально пасхалкам. У него даже на своем сайте была пасхалка. Поэтому... Привет. А я тут как бы этим уроками занимаюсь. И как Крис справляется? С нимка все хорошо, Тори. Он один из моих лучших студентов. И настоящая звезда. О, это так замечательно. Но... Опять Дэй. Тори тоже не знает, кто мы по полу. Он... С ним не происходило что-нибудь странное в последнее время? Хе-хе-хе. Ну, он... Нет, ну, он... Она сейчас на нас посмотрела. На... На... В порядке, да. А, это... Это облегчает. Я просто немного... Немного беспокоилась об этом. Только немножко? А... Но... Будем пытаться, будем вспоминать. Вы же не можете показаться своим маме с балансирующим гигантским мусорным орбом на голове. Да, действительно. Я не знаю, на кой... Рлсей все вот это. Но... Превращение. Да. А, даже так? Эй, Крис. Так, где все? А, я должен был привезти всех. Это как бы мы принесли наш сохраненный прогресс. Все нормально, все. Е-е-е-е-е-е-е-е. А как так все преобразилось? Смотрите, кто вернулся, клоуны. Эй, Крис. Я не знаю, где ты пропадал, но черт возьми. Все уже здесь. Но... Эм... Что случилось с замком Ланцера? Мы его растащили на магазин. Все пропало. Как-то все. Ну, вообще все верно. Когда Крис закрыл фонтан, весь темный мир исчез. И превратился в обычную комнату. Так, а где Ланцер живет-то теперь? Не беспокойся, Сьюзи. Мы захватим замок Рлсей и будем жить. И там, как будто бы он наш. Крис, спасибо, что принес сюда жителей темного мира. А-а-а. О-о-о-о. А, это две разных. Это даже в этом мире две разных области. Это как бы хаб, из которого мы отправляемся в разные миры. Я думаю, наверное. А то уже был именно темным миром. И поэтому мы всех спасли и привезли сюда. Из того мира. А тот мир больше не существует. Мы его уничтожили. Сила нашего фонтана. Трансформировала этот город и больше и больше. Теперь же противники, которых мы пощадим, будут жить в нашем городе. так что давай-ка будем побольше сидеть наших врагов хорошо в любом случае почему бы нам не осмотреться мы можем сходить на север к замку меня есть особый сюрприз чтобы показать вам но этого не бывает потому что сюрприз что я уже буду сюрпризом в самом начале так что последний кто доберется до замка свежие в замечательное яйцо ну давай же крис ты позволишь ему одолеть нас я думал убивки его заиграл очень похоже было вступление в общем банда снова вместе и мы осмотрим этот замечательнейший город в следующей серии спасибо большое что смотрели данный ролик подписывайтесь на мой канал ставьте лайки клацайте на колокольчик и я буду ждать вас в следующем эпизоде всем удачи и пока пока удачи удачи Продолжение следует...